Итак, всех приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Paratism И сегодня я вам покажу великий умный рандом, который я придумал В общем-то, это старая наработка с магазином, но немножко усовершенствованная Точнее, не немножко, а очень сильно усовершенствованная Я, в общем-то, лазил на сайте по геймдизайну и увидел там формулу По которой, в общем-то, рекомендовали делать честный рандом дропа предметов Ну, в смысле, честный в том плане, что не полный рандом А чтобы тебе обязательно вот со ста этих, со ста попыток, например, ролить утбокс Выпало обязательно 10 каких-то предметов крутых и так далее и тому подобное То есть, ну, это я не знаю, это не как в Наруто Онлайн В Наруто Онлайн меньше, чем за 200 свитков роши ты не заролишь То есть, поэтому я вам показывал, какой там рандом То есть, считает 200 свитков и выдает, типа, какой-то из редких, типа, предметов Здесь же все распределено То есть, у нас... Давайте просто вам покажу То есть, вот 183 Давайте будем покупать коробки с сюрпризом, пока не станет Handle 283 Раз... Раз... ... 230... 236... Я по хендам считаю Нужно 283 хендала набить так 81 82 83, все смотрим красные предметы красные предметы это те предметы которые в общем-то редкие а белые это обычные я специально их сделал красными ну чтобы собственно не смотреть на каждый предмет а чтобы можно было посчитать их легко значит раз два три четыре раз два три четыре пять так раз два три четыре пять раз два три четыре пять десять предметов если что это мы заролили сто предметов и из них десять оказалось редкими угадайте каков шанс выпадения редкого предмета я поставил в начале игры десять процентов как вы понимаете десять предметов это как раз десять процентов и так практически всегда ну точнее я бы даже сказал всегда иногда почему-то сбой происходит но в общем-то двести восемьстрит также я хочу вам показать вот если мы разбиваем эти коробки то у нас тоже падают предметы то есть ну они правда падают нашему самому герою как вы видите ну в общем-то там и красные предметы выпасть могут и так далее так дальше значит давайте выкинем будет исполнено а это че они что у меня были это они отсюда выпалили откуда и еще третий способ получить нам рандомные предметы вот та же самая коробка сюрпризов но как вы видите мы ее не покупаем и она сразу применяется а мы ее можем то есть стакать и так далее то есть если есть у вас система стака то можно экзостакать спокойно но когда мы их применяем то мы получаем предмету такой вот как вы видите то есть причем таблицу предметов то есть триггер который выдает нашему герою предмет он используется один то есть это один и тот же триггер выдает только он по-разному активируется то есть вот как вы видите здесь когда уже какой-нибудь предмет вот маска соби редкий предмет выпал как вы видите будет исполнен то есть это та же самая фигня ну и давайте же например теперь поменяем шанс поменяем процент причем это еще одна штука вы знаете я король просто я чувствую у меня прямо член стоит от оргазм а потому что в общем то насколько я освоился уже с редактором то есть если мы введем минус например 50 то шанс станет шанс того что у нас выпадет редкий предмет 50 процентов раз два три 4 5 6 7 8 9 так счет даже больше 50 процентов смотрите нам так повезло что нам только один нередкий предмет выпал ну так себе скажем как значит ну давайте тогда поставим 20 процентов раз два три 4 5 6 7 8 9 10 так ни одного теперь не выпало ну и так конечно охренеть просто прям как-то неудобно я бы сказал так что за честь будет исполнен ну не спеши выбирай вот как вы видите все равно падают только ну 20 процентов в принципе чего вы с них возьмете а вот например сто процентов давайте поставим и посмотрим сколько красных предметов будет падать все будут красные значит формула очень интересная я вам ее покажу и расскажу все о ней и так далее ну давайте перезагрузимся и например чтобы вы верили что это одна и та же фигня то есть как вы видели мы покупали отсюда и я выставил процентный шанс если мы сейчас выставим шанс сто процентов и начнем например коробки сюрпризом вот эти открывать то у нас будут всегда редкие предметы как вы видите падать то есть маски соби всякие и так далее если же мы типа вот сейчас как прикажете выставим шанс на это 50 хотя ладно ну опять на 10 процентов выставим то сейчас как вы увидите у нас видите не падают уже предметы то есть шанс действительно меняется и то есть один и тот же триггер то есть который мы можем как-то управлять знаете что я хочу сказать дело в том что при помощи вот такой вот переменной которая влияет на шанс можно реализовать систему удачи в игре то есть система удачи то есть ты убиваешь монстра и подцепить на дроп из монстра вот такую вот систему то есть монстр умирает в таком случае выдать такой-то предмет шанс что редкий предмет шанс что не редкий предмет и так далее то есть это практически как в диабле 2 система дропов выходит то есть цепляешь таблицу предметов цепляешь всякие отдельно таблицы редких предметов таблицы магических каких-то еще предметов и прикол заключается в том что можно также к уровню монстра подцепить эту табличку то есть вообще не важно какой монстр то есть ты их просто по уровням как-то распределяешь и так далее это очень интересная концепция ну и в общем то в таком случае все полностью автоматически будет автоматическая система дропа я над этим еще поработаю кстати и что еще важно то есть можно при помощи например герой подбирает предмет и если а нет наоборот то есть герой например юнит умирает если у убивающего юнита в инвентаре имеется такой-то предмет например кубик удачи кубик удачи есть у нашего палатина он убивает какого-то моба в таком случае установить шанс дропа редкого предмета на 50% иначе установить типа шанс на 0% или там на сколько-то ну не на 0 на стандартное значение то есть как вы понимаете при помощи вот таких вот условий можно сделать систему удачи так называемой в игре то есть шанс того что вот что с этих смотрите не падает давайте сотню поставим чтобы вам доказать что сейчас будут падать красные предметы ну я думаю вы сами уже поняли вот все красные причем есть побочный эффект то есть как вы видите вот эти вот все предметы они даются самому герою то есть они не на позицию героя не создаются на земле они даются герою это во-первых связано с тем что я буду использовать своей карте эту наработку а там собственно предметы периодически с карты чистятся это как часть сюжета так и часть собственно карта гигиены так скажем как прикажете поэтому меня такая система полностью устраивает а во-вторых то есть как бы ну по идее они должны оставаться на месте вот этой вот на месте разрушенных ящиков ну так или иначе давайте же вернемся в редактор и я вам расскажу как я все это сделал итак давайте же посмотрим как я все это сделал короче вот в чем прикол то есть я вот такую систему нашел значит вот такая вот формула используется значит текущий шанс равно максимальный то есть макс минус предметы это в скобочках потом деленное на длина минус попытки то есть в чем прикол вот попытки переменная устанавливается при покупке то есть вот это вот переменная которая устанавливается при покупке при каждой при каждой покупке то есть ну ладно давайте посмотрим вот важно макс устанавливаем мы определяет максимум предметов на ленд попыток ну вы сможете в принципе сами все это посмотреть то есть сколько должно выпасть на вот такое количество попыток у нас предметов то есть это мы собственно определяем так можно в принципе определить процент то есть соотношение макс к ленд это собственно наш процент мы можем менять ленд то есть например если мы хотим чтобы один предмет на 200 попыток выпадал редкий в таком случае мы ставим макс 1 а ленд 200 то есть один предмет на 200 попыток и в таком случае в принципе он может из первой попытки но будет очень маленький маленький шанс то есть шанс с каждым разом с каждой попыткой будет расти пока не выпадет первый предмет когда же первый предмет выпадает то в таком случае то есть получается 1 минус 1 то есть предмет у нас становится тоже 1 1 минус 1 это 0 0 деленное на любое количество попыток все равно будет 0 такие вот дела тут ничего не сделаешь значит лент устанавливаем мы определяет максимум попыток на один предмет как вы понимаете то есть сколько попыток нужно задействовать на не на один предмет а на макс предметов короче ну вы поняли макс на макс ладно просто на макс ну вы понимаете значит дальше инициализация здесь как вы видите мы ставим заносим традиционно в табличку в две таблички это редкие предметы а это обычные предметы ну вы понимаете в принципе я за основу брал карту прошлую с магазином там где я показывал как в наруто онлайн все реализовано ну предположительно судя по тому что я смог оценить вот видите я могу я короче реально геймдизайнер какой-то я разбираюсь в механиках игры любой в принципе могу посмотреть и предположить что там у игры внутри какие у нее там шестеренки скрыты значит и здесь я вынес короче эти переменные я именно в качестве переменных их взял потому что в общем то они должны быть в качестве переменных они все равно используются в нескольких местах и поэтому собственно их удобно переменные выносить и устанавливать типа значение по умолчанию в процессе инициализации карты как вы видите у нас идет максимум то есть длина 100 то есть 100 попыток у нас идет по умолчанию и на 100 попыток у нас идет 10 предметов то есть как вы видели как вы могли убедиться уже в ходе теста это полностью соответствует реальности и как бы я не понимаю точнее я на калькуляторе считал и то есть да это работает но если честно это для меня такая математика ну арифметика в принципе казалось бы арифметика простая но мой мозг как-то не допирает вот хорошо что вот что мне нравится это то что то есть формулы формулы читать это очень важный навык если вы собираетесь хоть каким-то там геймдизайнером или кем-то быть то есть понимать подставлять числа то есть на буквы и так далее вот это вот алгебра в том плане что там а б и так далее я тоже этого не понимал ну просто потому что меня плохо учили теперь же я понимаю где это может пригодиться и это очень важно и очень круто читать формулы подставлять в них числа как-то абстрактно мыслить это очень очень помогает скажем так вот таких вот делах вот таких вот вещах значит дальше идут у нас активаторы то есть вот у нас сам триггер как вы видите у него нет событий и нет условий то есть он активируется извне и вот у нас есть три способа их его активации это вот шедевр я научился как близарды делать близарды тоже любили активировать короче все свои триггеры из других триггеров и скажем так они правы это удобно когда тебе нужно несколько событий сделать условий для разных способов активации одного и того же триггера в общем то значит события юнит умирает то есть кстати вот это как раз можно юнит умирает просто убрать вот это вот условие и поставить там какой-нибудь уровень юнита и владелец юнита типа нейтрально враждебный уровень юнита там равно такой-то и в итоге активировать то-то то-то но в общем то что здесь мы делаем юнит умирает если тип умирающего юнита равно коробка с сюрпризом но это собственно вот те вот коробки которые мы разбивали сет актор актор это собственно тот кому мы будем давать награду дело в том что как вы понимаете не занеся его в переменную переменная типа собственно юнит давайте покажу вот сколько здесь кстати переменных ну вы сами сможете посмотреть переменная типа боевая единица и собственно убивающего юнита мы заносим в эту переменную то есть естественно ему потом будет выдаваться предмет так как он находится в этой переменной на данный момент и дальше мы активируем run give item lucky и вот как вы видите здесь активируется ну давайте посмотрим какие еще способы есть активации то есть юнит использует предмет то есть именно использует не покупает а вот есть еще buy ну тот традиционный тип активации в общем то то же самое мы заносим актора в актора триггеринг юнита типа тип используемого предмета такой то такой то обилка нам не важна нам важен именно предмет какой используется там я использовал канал кстати для ну засунул канал в имеющий заряды предмет и такие вот дела получились ну естественно активируем здесь buy item ну здесь как вы видите когда мы покупаем предмет то есть я добавил удаление прежде всего мы удаляем вот этот вот предмет после того как он использовался потому что они не исчезают то есть это такой баг варкрафта ну вы знаете поэтому их нужно удалять чтобы во первых хендлы не копились а во вторых это как бы по хендлам я считал сколько я купил предметов и то есть чтобы было достоверно то что я там насчитал нужно удалять естественно значит перейдем же к самому триггеру это шедевр это просто шедевр значит сет трайс трайс плюс 1 то есть каждый раз когда этот триггер запускается попытка засчитывается первое что делается это засчитывается попытка после чего вот эта вот формула заново пересчитывается то есть как вы видите тут куча реальных чисел а то есть ну нет не куча реальных чисел как раз наоборот это целые числа это интеджеры мы их преобразовываем все в реальные числа потому что шанс у нас это реальное число это дробное число то есть там 0 2 еще какое-то число может быть то есть меньше единицы оно может быть вполне себе то есть не может оно практически всегда меньше единицы если оно единица то это значит сто процентов будет дропаться значит мы пересчитываем с учетом изменений то есть добавления попытки ну это вполне естественно после чего как вы видите условия если random number between то есть между нулем и единицей это реальное число если случайно реальное число между нулем и единицей меньше или равно этой переменной реальной тоже chance то есть как вы понимаете chance так как это собственно шанс он не может быть больше единицы в таком случае собственно если если у нас например ну вы поняли как это работает то есть если у нас 50% шанс то естественно то что рандомное число попадет в менее 50% у нас 50% шанс что оно сгенерится именно в первой половине а не во второй и в таком случае у нас действительно вот шанс он дублируется то есть так оно и получается мы просто контролируем наш рандом он может попасть может не попасть но шанс будет именно вот 50% или там еще какой-то то есть если то что будет меньше 0 0 2 при шансе 20% тоже самое шанс идет 20% в таком случае то есть если это условие происходит то мы устанавливаем переменную goods собственно предметы которые мы заролили на goods плюс 1 то есть естественно больше максимального количества предметов оно не может быть но если например то есть это влияет сильно на формулу на самом-то деле это уменьшает шанс получения нового предмета по-моему или что-то там происходит ну и плюс больше максимального количества предметов ты не можешь получить в нужное число попыток и после того как мы устанавливаем собственно засчитываем предмет мы выдаем сам предмет предмет из itemora и 2 и даем его собственно актору тому который заносится у нас в активирующих триггерах значит иначе если это условие не происходит то есть нам не повезло все дела в таком случае мы выдаем из другой таблицы предмет нашему актору и дальше после того как мы выдали предметы у нас проверяется если количество попыток больше собственно length это ну вы поняли больше максимального количества попыток на количество предметов которые мы устанавливаем то в таком случае это мы сбрасываем всю эту фигню то есть мы сбрасываем предметы и мы устанавливаем попытки на одну почему на одну да потому что собственно как бы лент например у нас 100 то есть мы уже здесь засчитали 100 плюс 1 то есть эта штука у нас сработает когда у нас будет 101 ну в принципе можно как-то это по-другому сделать было реализовать например засчитывать попытку после всего и здесь написать типа больше или равно тогда то есть то же самое было бы но я уже реализовал так поэтому пофигу важно что оно работает то есть устанавливаем количество предметов на ноль полученных и устанавливаем количество попыток на единицу вот такая вот фигня и последний пожалуй триггер который мы рассмотрим и который вы не поверите но это было самое сложное что у нас что из этого нет не самое сложное конечно с вот этим я тоже конечно намаялся скажем так пару часов посвятил ну это не так много на самом-то деле дело в том что есть вещи которые до сих пор вообще не решил там из-за утечек и так далее то есть многие вещи я могу реализовать например систему разговоров между в совет при помощи право клика правой кнопкой мышки то есть у меня есть система разговора при помощи клика правой кнопкой мышки на юнита но проблема в том что она создает утечки то есть такие вот дела там то есть мы определяем позицию говорящего и позицию того кто отвечает и то есть там очень хорошая система разговора но к сожалению увы-увы-увы так вот что я хочу сказать игрок красный печатает чат message который содержит как вы видите минус вот этот значок в под строке именно важно под строка то есть если точное совпадение то в таком случае только если ты собственно черточку напишешь что что-то произойдет если же в под строке то это мы определяем если черточка есть под строке значит эта команда кстати я советую повесить все свои команды на одно событие и в событии указать тот символ или тот набор символов например ком ком означает команда то есть что мы вводим команду то есть это будет определять что триггер должен запускаться и проверять какую команду ты ввел именно поэтому там где-то в доте постоянно собственно вот эти вот все команды они наверняка тоже в один триггер засунуты чтобы типа удобнее было чтобы события не платить так вот действия мы устанавливаем max max это максимальное количество процента это это идентично собственно проценту выпадения предмета но если у тебя 100 попыток идет то есть количество предметов на 100 попыток допустим ну и мы можем его устанавливать и вот это вот позволяет нам определить как вы видите вот такую фигню в чем прикол вот convert string to integer то есть мы конвертируем строку в целое число но мы берем из интернет sub string то есть не всю строку и дальше мы берем введенную строку но от 2 по 5 символы то есть есть вот первый символ второй третий четвертый пятый вот мы берем здесь то есть получается в таком случае со 2 по 5 символ то есть вот это вот у нас идет минус потом 100 то есть это вот первый чё точка это первый символ мы его не берем второй символ это единичка мы его берем третий нолик берем четвертый нолик берем кстати может быть нужно было со 2 по 4 написать ну вы сами там разберитесь то есть вот эти вот четыре символа то есть мы четыре символа 4 этих конвертируем собственно в это в целочисленную переменную в целочи в целое число после чего устанавливаем переменную макс в это число как вы видите собственно вот так вот мы регулируем себе процент выпадения очень умно я до этого долго догадывался короче не пытайтесь просто просто знайте просто знайте что вот так вот можно управлять любые переменные можно устанавливать в течение игры это ж просто бубль гум это офигенно ну то есть ты можешь сам вводить какие-то команды это жесть это можно короче какой-нибудь api написать и сделать язык программирования внутри варкрафта новый какой-то хуи джаз какой-нибудь то есть тупо описать своими командами те команды из джаза то есть если ты вводишь свою какую-то команду то например какая-то команда куя или какая-нибудь команда джаза выполняется у тебя внутри варкрафта по отношению к какому-то определенному объекту это все вполне себе это то же самое как короче высокоуровневые языки программирования они на самом деле на ассемблере написаны именно поэтому ассемблер рекомендуют опытным программистам изучать потому что при помощи него можно хоть свой язык программирования написать ибо это самый первый язык программирования ну хотя по сути можно вообще типа на единичках и нулях писать но это как бы это и так в принципе в программировании надо используется ну не знаю как-то в единичках и нулях это как-то как это печально да это это печально потому что очень долго вот как я хочу сказать там даже сложение умножения нет если говорить о машинной логике то есть нет сложение как раз есть там нету вычитание нету не деление не умножение то есть только сложение сложение инвертирования то есть два действия как на которые способен наш компьютер все остальное делает логика как говорится при помощи этих двух действий можно эмулировать любые другие действия к счастью ну и при помощи двух символов собственно а на этом я пожалуй с вами попрощаюсь поставьте лайк вы просто обязаны поставить лайк потому что вы посмотрите сколько информации вам дал это ж блин это это публикум что я еще могу сказать пока пока пока